Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Очень хороший вопрос пришел, необыкновенно популярный, его задают многим. Вопрос такой. Обязательная исповедь перед причащением не превращается ли в некую формальность? При таком подходе отношение к исповеди может сложиться как некой служебной процедуре перед причащением. Почему такая традиция есть только в русской церкви, а, например, в других православных поместных церквях такой традиции нет? Дорогие друзья, традиция и правила, и установление о необходимости исповедоваться перед причащением святых христовых тайн восходит к слову святого апостола Павла. Да испытывает себя человек, и тогда причащается святых христовых тайн, потому что «еды и пияй недостойно, в суд себе яст и пиет». Я вам привел слова по-церковно-славянски. Сразу хочется сделать небольшую оговорку. Рассмотрение вот этого вопроса многими, на самом деле, пастырями уже, в том числе вы в интернете, можете найти много очень развернутых осмыслений этого вопроса, в каких поместных церквях такая традиция утеряна, и почему. Это, на самом деле, очень объемный вопрос, и он немножко выходит за рамки нашего сегодняшнего ответа, нашей сегодняшней беседы. Но в настоящий момент, до сегодняшнего дня, вот это наиболее древнее, подчеркиваю это слово, наиболее древнее, наиболее правильное, и наиболее, ну, скажем, современным языком, эффективная практика и традиция обязательной исповеди перед причащением сохранилась в русской православной церкви, и, насколько мне известно, в грузинской православной церкви, может быть, и в некоторых других. В грекоязычных церквях, в частности, в Алладской, в Антиохийской, в Александрийской, такая традиция утеряна. Нужно ли нам, обращая внимание на то, что в некоторых поместных церквях утеряна эта традиция, последовать их примеру, мне бы хотелось вам привести такую аналогию, дорогие друзья. Ведь не случайно Господь наш Иисус Христос в притчах говорил о Царстве Божием. И в виде простых притч Он раскрывал им о тайнах той реальности, которая человеческому уму и сердцу непостижима. Представьте себе, дорогие друзья, просто вам пример. Если вы узнаете, что вам по наследству досталось какой-нибудь драгоценный перстень с бриллиантом, очень дорогой, очень красивый, там, изящная, так сказать, гранка этого бриллианта, вот вы берете его в руки и смотрите, восхищаетесь его красотой. Вдруг подходит к вам какой-то улыбающийся, доброжелательный, с большой любовью, ну, кто бы сомневался, конечно, с большой любовью какой-то, так сказать, незнакомец и говорит, слушай, что ты так смотришь на этот перстень? Ну, что, ну, перстень, как перстень. Вот, знаешь, вот у того соседа твоего, вот с соседнего подъезда, да, вот у него точно такой же перстень когда-то был, он его спокойно, так сказать, продал и живет без него, и живет не хуже, чем ты. А вот в том доме живет сосед, он вообще, он вообще куда-то отложил, вот, так сказать, и забыл. Что ты думаешь, что из-за этого перстня прям свет клином сошелся на это? Что ты так им дорожишь? Можно жить свободно без этого перстня. Это просто аналогия, дорогие друзья. Если вашей ситуацией будет такая, ситуация будет в вашей жизни, как вы поступите? Вы совет этого доброжелателя с энтузиазма воспримете? Вы, наверное, скажете, вы, слушай, какой же ты умный, какой же ты грамотный, как я сам не догадался, что, что я смотрю на этот перстень, да можно его или выбросить, или сдать куда-нибудь. Можно же жить и без него. Или вы все-таки подумаете, драгоценный перстень достался вам по наследству. А может быть, надо все-таки бережно к нему отнестись? Я привел пример перстень, дорогие друзья. Если как вам угодно, можете привести любой другой пример. Суть какая? Вопрос о материальной драгоценности. Если к материальному, к какой-то драгоценному предмету, мы едва ли отнесемся так легкомысленно, что при первом совете человека доброжелательного, улыбающегося, с такой заботой к вам относящегося, скажет, да избавься ты от него, можно без него жить. Вы, скорее всего, так не поступите. Таинство покаяния, дорогие друзья, дороже всех сокровищ на свете, всех земных сокровищ. Вот можете любой список сами предложить. Таинство покаяния – это тот дар Божий человечеству, который дороже всех земных сокровищ. И у нас с вами, дорогие друзья, это сокровище есть. У нас с вами, мы сейчас живем, слава Богу, в 21 веке, это сокровище нам досталось по наследству от наших благочестивых предков. Мы его не заслужили, мы его не заработали. Этот дар достался нам. Мы имеем счастье. Вот мы, в данном случае, наверное, большинство нашей зрительской аудитории – это верные чадо Русской Православной Церкви. Нам это сокровище досталось неповрежденным. Таинство покаяния. И вот это очень глубокая, очень обоснованная традиция, что таинство покаяния предваряет таинство причащения. Сразу хочется сделать очень важную оговорку. Конечно, это отдельная тема, дорогие друзья. На самом деле таинство покаяния должно предварять все таинства Церкви. Если взрослый человек принимает таинство крещения, взрослый, я подчеркиваю, не о маленьком младенце идет разговор, взрослый человек, который в сознательном возрасте пришел к вере, хочет принять таинство крещения, то таинство крещения должно предваряться исповедью. Человек, священнику, во время вот этой предварительной такой беседы, исповедует все эти грехи, которые, так сказать, упомнят, в чем совесть его обличает. Естественно, священник не читает на нем разрешительную молитву, потому что он еще не крещен, он еще не присоединился к обществу спасаемых, к телу крестову, но он исповедует все свои грехи, и в самом таинстве крещения ему все эти грехи прощаются, его душа полностью очищается от первородного греха и груза всех остальных грехов. Перед таинством венчания, таинством брака должна быть и не только предварительная беседа, и, слава Богу, эта практика уже возрождена и у нас в Русской Церкви после долгих лет, ну, вы знаете, государственного атеизма, когда церковная жизнь была настолько затруднена, что многое из того, что должно делать, у нас, к сожалению, не делалось в силу непреодолимых обстоятельств. Перед таинством брака необходимо брачующимся поисповедаться. Перед таинством соборования, таинство соборования это одно из семи стаинств церкви, в котором человеку в том числе прощаются грехи забытые и сделанные по неведению, человек получает полное исцеление как души от грехов, так и тело от телесных болезней. Таинство соборования в идеале, и, слава Богу, такая традиция тоже возрождается, должно предваряться таинством покаяния. И вот вопрос вам к размышлению. Может быть, среди нашей зрительской аудитории как раз есть люди, задавшие этот вопрос, который мы сейчас озвучили. Неужели же таинство тела и крови Христовой, где мы причащаемся самого живого Бога, Бога, Бога-человека, Христа, неужели это таинство не должно предваряться покаянием, очищением своей души от страстей? То, что в некоторых грекоязычных поместных церквях эта практика на самом деле более древняя, более правильно утеряна сейчас, это, простите, отнюдь не повод для нас и самим от этой практики отказаться. Вот, простите, я вам привел такой пример с перстнем. Хотите, любую другую, можно привести аналогию. Мы не откажемся от земной драгоценности с такой легкостью, сославшись на то, что кто-то от такой же драгоценности с легкостью отказался и продолжает жить. Но таинство покаяния еще раз хочется вот эту мысль озвучить. И хотелось бы, чтобы она запомнила всем нашим дорогим зрителям. Таинство покаяния дороже всех сокровищ на земле. Надо бережно к нему относиться, надо благодарить Богу, что у нас такая возможность есть. Можно очень долго перечислять сейчас, дорогие друзья, высказывания святых отцов церкви, которые говорят о важности покаяния, о его необходимости. Зачитаю вам цитату святителя Григория Паламы, одного из великих отцов церкви 14 века, который как раз в своей проповеди о святых страшных христовых тайнах прямо указывает на необходимость исповеди перед причащением. «Если же с дурной совестью и не получив благодаря исповеди отпущение грехов от принявшего власть разрешать и связывать», то есть, от духовного отца, «мы приступаем к святым тайнам, то, конечно, это делаем в суд себе и на вечное мучение, отталкивая от себя и самые божьи щедроты и терпение его к нам». Смотрите, как четко, ясно, недвусмысленно говорит. Кстати, представитель, ну, как бы мы сказали современным языком, Элладской церкви, как раз вот той самой традиции, в 14 веке эта традиция была, она была еще самой глубокой древности. То, что она утеряна сейчас, еще раз повторю, дорогие друзья, это отдельная тема, это отдельная трагедия и беда. И приходилось неоднократно, в том числе, мне общаться и с представителями других поместных церквей. Мы еще даже, когда учились в Академии, с нами учились трое студентов из сербской православной церкви. Если бы вы знали, с каким они восхищением смотрели, как у нас в храмах, в Туле Сергееве Лавре, сколько людей стоит на исповеди, как люди долго стоят, готовы ставить долгую очередь, чтобы поисповедоваться и потом приступать к святым крестовым тайнам. С каким вот непередаваемым восторгом они говорили, «Как жаль, что у нас именно вот эта живая традиция утеряна, как хотелось бы ее возродить». То есть, так говорят те люди, у которых утеряна эта традиция. А нам с вами предлагают такие, так сказать, мнимолюбящие нас вольнодумцы отказаться от этой традиции, как от какого-то атовизма, от какой-то формальности. Вот смотрите, что пишет священный исповедник Сергий Правдолюбов, который отошел ко Господу в 1950 году. «Помни, что таинство исповеди есть слезная баня покебытия. Посему, приготовившись так, как сказано, и принимая самое существо таинства исповеди, приступай к таинству со страхом и трепетом, потому что Христос невидимо стоит, приемляя исповедание Твое». «Вера в то, что Сам Христос принимает исповедание наше, что Он хочет и может простить нам грехи, что мы отходим после исповеди чистыми от всякого греха, совершенно необходимо для кающегося, ибо по вере и совершается таинство. Перед Исповедью и спроси прощения у кого можешь». То есть рекомендует в русле вообще всех святых отцов, в данном случае священный исповедник Сергий Правдолюбов, что если чувствуешь совесть и обличать, что ты кого-то обидел, перед Исповедью постарайся примириться, попросить прощения. «Прости всех врагов своих от сердца, о грехах своих рассказывай подробно, без утайки. Каждый утаенный грех не только не прощается, но делается сугубым грехом и тяжелым бременем ложится на душу кающегося, и он неисцеленным отходит от этой духовной врачебницы». Преподобный Паисий Святогорец, вы знаете, дорогие друзья, кто регулярно смотрит, в наших, по крайней мере, беседах мы стараемся часто цитировать этого Великого Святого Отца 20-го столетия. Он говорит буквально следующее. «В таинстве покаяния человек освобождается от власти дьявола, которую предоставил ему над собой, когда совершал грехи». То есть, мы когда творим грехи, а мы творим их всегда, то мы предоставляем дьяволу права над собой. И избавиться от этих прав жесткой вот этой давлеющей над нами тирании дьявола мы можем в таинстве покаяния. И только очистив свою совесть таинстве покаяния, мы можем достойно невоосуждения приступать к святым христовым тайнам. Зачитаю вам еще одну очень глубокую и очень актуальную цитату из преподобного Паисия Святогорца как раз на эту тему. Многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что в кавычках исповедуются у психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих проблемах. И эти психологи своими советами словно швыряют своих пациентов в середину реки, к которой им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого берега. Но течение относит их далеко от того места, где они хотели бы оказаться. А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедавшись такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту, ведь в танец в исповеди действует благодать Божие и человек освобождается от греха. И в заключение, вот отвечая на вопрос, который был задан на библейский портал Экзегет, я очень надеюсь, дорогие друзья, что вам, кто слушал или будет слушать, тоже будет повод задуматься над этим, потому что вот эти тенденции, вот эти разговоры мнимо-любивеобильных людей, к глубокому сожалению, даже от пастырей можно такое услышать, что исповедоваться совсем не обязательно, это формальность, главное, вот просто приходи на литургию, оставайся самим собой, не мучай себя, и приходи, сколько раз служишься литургия, столько раз можешь причащаться, и исповедь это, что надо, якобы надо разделить эти два таинства, это глубокое заблуждение, надо беречь ту драгоценную возможность, что таинство покаяния у нас есть, и прибегать к этому таинству неукоснительно перед каждым причащением святых христовых таин. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok